В Екатеринбурге начался судебный процесс над 48-летним Дмитрием Баласовым, обвиняемым в серии нападений на девочек, девушек и женщин, совершенных с 1992 по 2014 год. Баласову вменяют 32 преступления, потерпевшими в которых стали 12 человек. По версии следствия, свое первое преступление подсудимый совершил в возрасте 22 лет, напав на 15-летнюю школьницу в лесопарке имени лесоводов России на Сибирском тракте. Это нападение было связано с покушением на половую неприкосновенность несовершеннолетней. Спустя два года Баласов попался за ряд аналогичных нападений и провел за решеткой 15 лет, а освободившись в 2009 взялся за старое. 26 декабря того года он подкараулил на лесной тропинке 24-летнюю жительницу поселка Гагарский, работавшую в магазине Монетка на ЖБИ и спешившую с работы на электричку на станцию Путевка. Девушка оказала насильнику сопротивление, и тогда Баласов 15 раз ударил ее ножом и задушил поясом от ее же куртки. В последующие пять лет подсудимый, как считает следствие, еще 10 раз нападал на девушек и женщин, отбирая у них деньги и драгоценности и в нескольких случаях насилуя их. Располагая образцами ДНК серийного преступника, сыщики в какой-то момент смогли объединить несколько уголовных дел в одно и в его рамках провести множество генетических экспертиз, а именно сравнив генетический код с ДНК 7 тысяч мужчин, по тем или иным причинам, попадавшим в число подозреваемых, ранее судимых за аналогичные преступления или живущих вблизи мест совершения этих преступлений. Преступника искали даже среди умерших после 2014 года, когда серия его преступлений прекратилась. Задержали Баласова год назад, в январе 2018 в Полевском. К тому времени 48-летний мужчина социально деградировал, превратившись в бомжа. Однако, судя по новой одежде, в которой Дмитрий появился на суде, не утерял родственных связей. Суд по делу маньяка, насильника и убийцы будет проходить в закрытом режиме. Баласову грозит самое строгое наказание, вплоть до пожизненного заключения.